Сегодня практически не осталось людей, незнакомых с работой МФЦ, а 10 лет тому назад об услугах, предоставляемых в едином окне, можно было только мечтать. О том, как все начиналось, какая проводится работа сейчас, расскажет в нашей программе интервью «Россия-24» директор Республиканского многофункционального центра «Предоставление государственных и муниципальных услуг» Иркенов Султан Борисович. Здравствуйте. Добрый день. За 10 лет произошло много изменений как в стране, так и в работе МФЦ. Скажите, пожалуйста, какие этапы становления вы прошли? Начиналось все в далеком 2010 году с принятия федерального закона 210 ФЗ. Он так и назывался – «Оборганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». Дальше шло несколько лет подготовительного этапа, и в 2013 году первые два многофункциональных центра открыли свои двери для жителей нашей республиканской столицы. С тех пор в 2014 году открылось еще пять многофункциональных центров, и шесть многофункциональных центров было открыто в 2015 году. Таким образом, мы достигли показателя охват населения, охват территории 97,5%. То есть у нас на сегодняшний день многофункциональные центры есть в каждом райцентре республики, в республиканской столице их два, и в каждом населенном пункте республики есть как минимум по одному рабочему месту. А вот сколько человек вот сейчас работает в МФЦ? По состоянию на прошлую пятницу было 294 человека. А начинали вы со скольки? А начинали мы с 15. 15. Страшно было, волнительно? Это что-то новое было для нас, для нашего общества, для государства. Вы знаете, я, наверное, за вами повторю, и страшно, и волнительно, потому что мы не знаем, что это, мы не знаем, куда двигаемся. Плюс нам говорят, что мы не нужны, мы очередная прослойка между органами власти и заявителями. Вы знаете, что у нас люди скептически относятся к посредникам. Не только ко всему новому, но и к посредникам. Помните про портал госуслуг, который никому не был нужен, а сейчас, наверное, нет человека, который бы не пользовался госуслугами. Такой же скепсис был и в отношении МФЦ. Но я думаю, что за 10 лет мы и переломили отношения, и на сегодняшний день у нас из 100 заявителей 99 уходят с улыбками довольные. Один процент есть, который чем-то не удовлетворяет. Но это самое главное, наверное. А сколько услуг сейчас предоставляет МФЦ? Самые популярные и какие из них оплачиваемые? Услуг на сегодняшний день, разновидности услуг 910. Там есть дублирующиеся услуги по различным районам, а всего их 400. 400 услуг и 910 их разновидностей. Есть, конечно, платные услуги. Самые востребованные платные услуги – это услуги Росреестра, это переход имущества. Есть платные услуги по выпискам, есть платные услуги по заграничным паспортам, 5-летние, 10-летние. Но абсолютное большинство оказываемых услуг на сегодняшний день – это услуги социальные, и они бесплатные. В основном это рождение, субсидии, очереди в садик, очереди в школу и так далее. Основными и самыми востребованными услугами на сегодняшний день являются услуги четырех федеральных органов исполнительной власти. Это Росреестр, Пенсионный фонд, сейчас это Социальный фонд России, это МВД и это Федеральная налоговая служба. Они составляют от 50 до 70% всех обращений. Следом за ними идут услуги СОБЕСа, социальные услуги, это субсидии, компенсации, это услуги классные по рождению ребенка, зачисление детей и так далее. Эффективность деятельности за 10 лет? Да, у нас эффективность деятельности за 10 лет. Это динамика развития, да? Да, динамика, да. У нас вот, посмотрите, 2014 год, когда было всего 2 МФЦ, 26 733 услуги за весь год, 26 тысяч. И 2023 год, 331 тысяча услуг. Ой, в десятки раз, в сотни. То есть, ну в принципе, если пересчитать на рабочие дни, то получается полторы тысячи человек ежедневно в каждом окне МФЦ. Полторы тысячи. Полторы тысячи, это много. Это много, да, но не предел. Я знаю, что вы все равно собираетесь увеличивать предоставление услуг. Это не предел. Конечно, мы собираемся не то, чтобы увеличить предоставление услуг, мы хотим расширить перечень. А, перечень. Да, мы хотим, чтобы в перспективе, да не только мы хотим нам, в принципе, государство-то такую задачу ставить, чтобы МФЦ стало одним единым окном для взаимодействия с государством. То есть, 100% услуг, чтобы можно было подать заявление в многофункциональном центре. Ну вот, собственно, это та цель, к которой мы стремимся. Маленькими шажочками. Надеюсь, дойдем когда-нибудь. Ну, работа с людьми, это, естественно, помимо того, что ответственно, сложно. Да. У всех разный характер. Какие специалисты нужны для работы в МФЦ? И какие у вас работают? Не знаю, о коллективе своем я могу говорить вечно. Они классные, они замечательные, они чудесные, они работоспособные, они энергичные, они душевные. И каждый специалист, вот который сегодня работает в окнах, вы совершенно верно сказали. Люди ведь все разные. Кто-то приходит с болью, кто-то приходит с радостью, кто-то приходит с негативом. И все это необходимо переварить. В каждого человека необходимо, в ситуацию каждого человека необходимо погрузиться, каждому помочь. Немного психологи. Да, в том числе, наверное, приходится кого-то успокаивать. Если помочь. Да, 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 да. Кого-то приходится успокаивать. Вот человек пришел ругаться. Он сначала ругается, а потом говорит, что ему нужно. Нужно посидеть, выслушать, и после этого только спросить, чем вам помочь, собственно. Ну, такие тоже бывают. И в каждом окне. А их 110, если я все правильно подсказал. Чтобы достичь высоких результатов ваших, вернее, вы уже достигли результатов определенных, да? Но это не предел, мы об этом тоже говорили. Что в планах в будущем? В планах? В планах. Ближайших? Ну, вот прям ближайшие и ближайшие. У нас развитие именно IT-инфраструктуры все-таки третье тысячелетие, говорит нас, толкает нас, заставляет переходить в цифру. Насколько реализуемо? Да, в принципе, ничего нереализуемого нет. Уже сейчас мы реализовали несколько услуг, по которым можно подать заявление с портала госуслуг, а результат прийти и получить в МФЦ. То есть не приходить, там же подача заявления в МФЦ, она такая двухэтапная. Сначала ты приходишь заявление, подаешь, уходишь, а затем приходишь за результатом. То есть в данном случае подаем заявление в электронном виде, результат получаем в МФЦ. Мы хотим, чтобы таких услуг стало очень много. Мы очень сильно хотим во всех многофункциональных центрах перейти на оказание услуг по принципу 24 на 7 хотя бы в части выдачи результатов. Мы хотим постаматы поставить. Ну то есть вот есть как терминал Сбербанка такой же терминальчик, в котором ячеечки почтовые. И ты приходишь, просто набираешь свою ячеечку, забираешь свои готовые документы. Днем, ночью, неважно, в очереди не стоишь. Удобно же? Конечно, очень удобно. Мы хотим перейти на электронное взаимодействие со всеми органами власти. Ну там сложно, там много этапов необходимо пройти для того, чтобы все это реализовать. Сначала перейти на электронные информационные системы в органах, потом к нам, потом все это синтегрироваться с порталом госслужб. Ну там много шагов, но мы к ним идем. Естественно, есть и позитивные моменты, и сложные, негативные. Расскажите, есть ли были таковые в работе вашей? Конечно, были. Как и у всей страны, самым сложным моментом в нашей работе была работа во время ковида. Мы ведь, по сути, остались единственной организацией, которая не закрыла свои двери. Мы работали в режиме нон-стоп практически. Мы не сокращали количество дней приема, мы не сокращали время приема. У нас просто по указу главы, для того, чтобы не допустить массового скопления народа, мы работали по предварительной записи. В этот период самая большая нагрузка легла на специалистов в окошках, потому что, ну они что же люди, они тоже болели. И получается, что из смены, а у нас было на тот момент 6 окон приема, из смены в 6 окон могло 4 человека одновременно заболеть. И приходилось подменять. И я, и заместители, и вообще все, кто были на работе, кто мог принимать, сидели в окнах и принимали. Ну, слава богу, мы с честью выдержали этот период. Мы не закрылись ни одного дня практически. Мы работали каждый день. Пожалуйста, количество обращений в этот момент уменьшилось? Или наоборот, наверное, даже увеличилось? А у нас даже статистика с вами есть. Смотрите, это же был 2020 год. Смотрите, 2018 год, до ковидной, 272 тысячи обращений. 2019 год, он до ковидной, 267 тысяч обращений. 2020 год, 256, 21 уже 317 тысяч. То есть определенная такая остановочка была, ну, то есть там на уровне 270-250, а 2021 год уже пошел рост аж на 70 тысяч. То есть нет, рост шел, нагрузка не уменьшилась. Просто мы уменьшили количество очередей. И если возвращаться к началу, к старту создания МФЦ, кто вам помогал из госструктур? Большую часть, с кем вы работали, связывались, направляли вас? Это же совсем сложно. Сложно, но на тот момент правительство, которое все-таки знало, понимало, верило и помогало. А контрагенты наши, это первые контрагенты наши, были Росреестр, которые, наверное, нас учили. Затем МВД, Министерство наших внутренних дел, особенно паспортно-визовая служба. Большое им спасибо на самом деле. Вот МВД и Росреестр на старте, ну, я не знаю, они с нами нянчились практически. Мы не понимали, что это, мы не понимали, какие это услуги. Представьте себе, у одних 20 услуг, у других 30 услуг. И по каждой услуге совершенно посторонним людям, которые не включены, надо объяснить всего лишь часть своей работы. Скажите, о самых ближайших планах. Какой проект реализовать нужно сейчас, в этом году? До конца текущего года мы хотим доработать наш сайт и, если получится, разработать приложение для Андроида и для iOS, для того, чтобы документы можно было подавать удаленно. Вот это планы на текущий год. Сейчас, наверное, еще одна задача, которую бы мы хотели приступить в этом году, это централизация для того, чтобы обеспечить высокий уровень качества услуг МФЦ в каждом окне и для того, чтобы обеспечить экстерриториальность приема заявлений на услуги. Дело в том, что у нас социальные услуги составляют почти половину заявлений. При этом существуют определенные сложности для того, чтобы подать некоторые заявления, находясь в другом муниципальном районе. Если ты прописан, допустим, в Прикубанском районе, а заявление подать в Черкесский МФЦ, есть определенные сложности. При централизации МФЦ эти сложности исчезают. Султан Борисович, этот год для вашего ведомства юбилейный. Что бы вы могли пожелать своим работникам, специалистам вашей организации и тем людям, которые к вам каждый день приходят? Сотрудникам, наверное, терпения, энергии и увеличения заработных плат. А людям, которые к нам приходят, да им тоже пожелать терпения. Мы же не всегда супер-пупер-профессионалы. Мы иногда ошибаемся, мы люди. Поэтому заранее просим прощения за доставленные неудобства и просим еще, мы справимся. Султан Борисович, спасибо вам за интересную беседу. Желаю вам успеха в работе, в реализации задуманных планов. Спасибо. А нашему населению, чтобы услуги вы предоставляли быстро, качественно. Мы постараемся. Спасибо. Я в этом уверена. Спасибо. Спасибо.